Привет! Это Екатерина Воропай и сегодня в выпуске. Итоги саммита Большой Семерки, о чем договорились лидеры. Порты заблокированы, а урожай поступает. Расскажу, что происходит с украинским зерном. Кто больше беспокоит Америку? Китай или Россия? Обзор западной прессы, ютуба и новостей мы делаем ежедневно. Каждое утро на нашем канале выходят новые видео. Так что подписывайтесь, ставьте лайк и поехали! Вчера российская Минобороны официально прокомментировала ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Версия российского Минобороны выглядит так. Ракета не попадала в торговый центр, и он вообще не работал. Она летела в район местного завода дорожных шин, и там попала в якобы ангары с западным вооружением и боеприпасами. И когда боеприпасы начали взрываться, они вызвали пожар в торговом центре, который не работал. Видео ракетных ударов, которые попали на уличные камеры, полностью опровергают версию Минобороны РФ о том, что внутри ТЦ или складов взрывались боеприпасы. На видео отчетливо виден один огромный взрыв от ракеты, который вызвал пожар. Никаких дополнительных взрывов после, которые должны быть при детонации боеприпасов, нет. Еще одно опровержение – это панорама с места пожара. На ней тоже никаких ангаров не видно. А вот другая ракета действительно уничтожила корпус завода по производству строительной техники. Его директор рассказал СМИ, что там в теплицах выращивались огурцы. Производственные помещения не пострадали. Ну и третье. Торговый центр работал. В этом может убедиться абсолютно каждый, посмотрев многочисленные видео с места происшествия. На них видны люди, выбегающие из ТЦ после взрыва. На них же видны автомобили посетителей, припаркованные у ТЦ. И по свидетельствам местных очевидцев, в ТЦ работал. Глава администрации Полтавской области сообщает, что на 10 вечера 28 июня известно о гибели 20 человек. 59 получили травмы. Госпитализировано 25. Из них 6 в тяжелом состоянии. Судьба еще более 30 человек неизвестна. Вчера ракетные атаки на Украину продолжились. Шесть ракет выпустили по городу Днепр. Три из них сбила система ПВО. А остальные попали в металлургический завод по железнодорожной инфраструктуре и в станцию обслуживания автомобилей. Мэр города сообщил, что под завалом ищут людей. Информации о пострадавших пока нет. Еще одну российскую ракету сбили под Одессой. А в Николаеве ракета попала в местный стадион. Поскольку никакого спорта в прифронтовом городе уже давно нет, от обстрела никто не пострадал. Форбс подсчитал, что только за эти выходные с территории России и Белоруссии было выпущено до 80 ракет большой дальности. Украинская Минобороны называет эти атаки ракетным террором. Перейдем к ситуации на фронте. В целом она не изменилась. Под Харьковом российская армия продолжает вести ожесточенные артиллерийские обстрелы по всей линии фронта. Российское командование хочет, чтобы ВСУ перебросили сюда свою артиллерию с Донбасса, из Лисичанска. Под обстрелами каждый день оказывается и сам город Харьков. Вчера там ранений получили 5 человек, а позавчера 32. Еще 5 погибли. Замерли фронты на юге, где российская артиллерия била по всей линии соприкосновения у Кривого Рога. Здесь армии РФ никак не удается продавить сопротивление украинской армии и окончательно выйти на границы Херсонской области. Также сообщается, что российские спецслужбы выкрали законно избранного мэра Херсона Игоря Колыхаева. Он остался работать в городе, но на сотрудничество с новыми властями не пошел. Институт изучения войны сообщил, что российская оккупационная администрация похищает бывших чиновников и активистов. Так она хочет побольше узнать об украинском подполье, которое здесь работает очень активно. Под Донецком российская армия вместе с подразделениями так называемой ДНР после долгой паузы возобновила бои за углегорскую ТЭС. ВСУ отбили атаки. Также им удалось отбить нападение на недавно освобожденные села Егоровка и Павловка. Несильно изменилась и обстановка на главном участке фронта от Изюма до Лисичанска. Российская армия возобновила бои на дальних подступах к Славянску, но ВСУ атаку отбило. Как оказалось, здесь под контролем Украины осталась Святогорская лавра. Российская армия все еще не может туда войти. Хотя о захвате лавры сообщалось еще три недели назад. Российским силам удалось почти вплотную подойти к пригородам Бахмута. Важный центр украинской обороны защищает Славянск и Краматорск с юга. Самые ожесточенные бои идут у Лисичанска. Последний подконтрольный Украине город Луганской области охвачен с востока и юга. Но с востока его не атакуют. Здесь подразделения Росгвардии и ЛНР после тяжелых боев за Северодонецк не рискуют переправляться через Северский Донецк. Поэтому основной удар на Лисичанск идет с юга. Бои здесь ведутся в промзоне желатинового завода. Вчера глава области Сергей Гайдай рассказал, что российская артиллерия и РСЗО ударили по мирным гражданам на одной из улиц Лисичанска. Люди просто собрались в небольшую очередь, когда им привезли на разлив питьевую воду. 10 человек погибли на месте. Среди них один ребенок. 21 человек получил ранение. А на подступах к городу продолжаются бои за контроль над Дорогой жизни. Единственной трассой из Северска, по которой идет снабжение Лисичанска. Здесь украинская армия отбивает атаки на Верхнекаменку и Лисичанский нефтеперерабатывающий завод и пока удерживает трассу. Вчера украинская разведка отчиталась об обмене пленными. Вместо 15 российских солдат Украина получила 16 военных и одного гражданского. Кроме этого стороны обменялись телами погибших. Украина получила 46 погибших военных. 21 из них это защитники Азовстали. Сколько тел получила Россия, не сообщается. США, Великобритания и Германия передают Украине американские ракеты систем залпового огня МЛРС и Хаймерс. По прогнозам украинских экспертов, они вытеснят советские аналоги. Давайте разберемся, что это за оружие и почему оно важно. Реактивные системы залпового огня или РСЗО – один из самых важных видов вооружения. В большой сухопутной войне они поражают мощные укрепления, артиллерию врага или склады с боеприпасами и командные штабы глубоко за линией фронта противника. По сути, это отдельный вид артиллерии, но стреляют они не одиночными снарядами, а целыми залпами ракет. В зависимости от калибра можно бить на разное расстояние – от 8 до 120 километров. В СУ долгое время жили на больших советских запасах РСЗО. Своих заводов по производству таких ракет в Украине не было. И вот нынешняя война заставила Киев просить американские РСЗО. Западные РСЗО, МЛРС и Хаймарс кардинально отличаются от советских и российских градов, смерчей и ураганов, которые стреляют разными калибрами. Ракету для града нельзя установить на ураган, например. А вот американские РСЗО универсальны. Они могут стрелять различными калибрами ракет и бьют точнее. Более того, МЛРС и Хаймарс можно использовать не только как установки для РСЗО, которые решают задачи в конкретном секторе фронта, но и для пуска более дальних баллистических ракет. Они сконструированы так, что вместо обычного пакета туда можно зарядить ракету ATA-CMS, которая бьет до 300 километров. Это всего лишь в полтора раза меньше, чем российский Искандер. Правда, Украине такую ракету пока давать не хотят. Но американские РСЗО заметно отличаются между собой. Грубо говоря, Хаймарс – это легкая установка, которая ездит на колесах по дорогам и стреляет за раз только одним пакетом ракет или одной ракетой ATA-CMS. А МЛРС – это тяжелая платформа на гусеницах. На поле боя она может приехать и по бездорожью. И стреляет она сразу или двумя пакетами ракет, или двумя баллистическими ракетами ATA-CMS. Украинская армия во многом уступает на поле боя российской из-за артиллерийского голода, пишет Гардиан. Так же, как и в случае с РСЗО, Киев системно не занимался строительством заводов по производству боеприпасов для своей артиллерии. До 2014 года вообще мало кто думал, что Украина будет вести полноценную войну. А за 8 лет войны на Донбассе ВСУ использовали всего лишь 6000 артиллерийских снарядов. Сейчас российская армия выстреливает в 10 раз больше только за один день войны. В 2015-17 годах ВСУ потеряли большинство своих снарядов в серии загадочных взрывов артиллерийских складов. И теперь в условиях интенсивной войны, когда в украинской армии заканчиваются советские снаряды 122-го и 152-го калибра, она вынуждена их экономить, отвечая на 60 тысяч выстрелов России 5-6 тысячами своих. То есть только на каждый десятый российский выстрел. Заменить советские снаряды через поставки оружия невозможно. В странах НАТО ведь используются совершенно другие калибры 105 и 155 миллиметров. Поэтому сейчас Украина прямо во время войны фактически проходит полное перевооружение, поскольку к натовским снарядам необходимы натовские пушки. С другой стороны, по словам руководства украинского Минобороны, западные партнеры передают Киеву только 10% потребности от артиллерии. А Москва своей неформальной дипломатии блокирует поставку советских снарядов для Украины из стран Африки и Ближнего Востока. Недавно ВСУ оставили Северодонецк. За время войны от города остались одни руины, но до февраля это был перспективный и развивающийся город, крупный узел химической промышленности Украины. В Северодонецке жило более 100 тысяч человек. Анатолий Бережной тоже родился в Северодонецке. Анатолий вырос в многодетной семье. Он был талантливым ребенком, изучал английский, немецкий, ходил в музыкальную школу, а еще умел хорошо пародировать людей и увлекался компьютерами. После школы Анатолий поступил на бюджет в Луганский государственный университет имени Владимира Даля на факультет информационных технологий. Во время обучения он познакомился со своей будущей женой Дианой. Пара переехала в Ирпень, но Анатолий хотел рано или поздно вернуться в родной Северодонецк, открыть там свой бизнес и начать помогать городу. Он мечтал создать в нем больше рабочих мест и благоустроить сквер. Анатолий устроился войти в компанию младшим системным администратором. По словам его коллег, за время работы он стал лучшим в своем направлении и зарекомендовал себя, как человек, способный решать задачи любой сложности. В компании считали, что у него было большое будущее в профессии. После начала войны Анатолий вывез жену Диану из Ирпеня в более безопасное место, но сам с женой не остался, а снова вернулся в город, чтобы развозить гуманитарную помощь и эвакуировать оставшихся жителей. 6 марта Анатолий помогал женщине с двумя собаками добраться до эвакуационного автобуса. Они попали под обстрел и все погибли. Анатолию было 26 лет. Вчера завершился саммит Большой Семерки. Я прочитала, что об итогах встречи пишет Bloomberg, Foreign Affairs и Washington Post. И сейчас расскажу вам о ее основных результатах. Сначала давайте разберемся, что собой представляет Большая Семерка. G7 – это сообщество успешных демократий с развитой экономикой. США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада. А саммит Семерки – это ежегодная встреча лидеров этих государств. Там обсуждаются актуальные глобальные проблемы, которые невозможно решить в одиночку. С 98 по 2014 год Россия тоже входила в состав организации. Тогда это была Большая Восьмерка. Но после аннексии Крыма Россию из Восьмерки исключили. Главной темой прошедшего саммита была война в Украине. Лидеры Семерки заявили, что поддержка Украине продлится столько, сколько потребуется. Во-первых, Семерка решила, что нужно установить предел цен на российский нефть и газ. Это необходимо, чтобы Кремль получал меньше денег на ведение войны. G7, конечно, не единственные покупатели российских энергоресурсов. Но страны-участницы – это лидеры рынка перевозок. Предполагалось ввести ограничения для своих страховых и транспортных компаний. Им запретят работать с нефтью, купленной в России по завышенным ценам. Такая нефть в Индию, например, на транспорте G7 не поедет. Сейчас конкретные действия прорабатывают правительства стран. Во-вторых, на саммите объявили о запрете на импорт российского золота. Bloomberg пишет, что это не сильно повлияет на цену металла на международном рынке. Зато скажется на пополнении бюджета России. В прошлом году российская экономика получила 17 миллиардов долларов с продаж золота за рубеж. Это пятая статья доходов после нефти, нефтепродуктов, газа и угля. В-третьих, семерка договорилась передать Украине 30 миллиардов долларов, чтобы Киев смог закрыть дефицит бюджета и обеспечить условия жизни для украинского народа в военный период. Еще 4,5 миллиарда долларов страны решили выделить на обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Кстати, на форум были приглашены и страны так называемого глобального юга. Это Индия, Южная Африка, Аргентина, Сенегал и Индонезия. Во многом это символический шаг, чтобы привлечь эти сомневающиеся страны на сторону западных демократий. Они пока не заняли четкой позиции по войне. Саммит G7 еще раз подчеркнул единство и решимость стран в борьбе против российской агрессии. Семерка договорилась продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется. Лидеры стран подчеркнули, что только Украина может принять решение о будущем мирном урегулировании. В понедельник на саммите G7 генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что переговоры по поводу украинского зерна, которые не пропускают российские военные, достигли момента истины. Если сейчас диалог зайдет в тупик, то весь мир точно столкнется с голодом. Чтобы это предотвратить, ООН общается и с Россией, и с Украиной. При этом переговоры со странами ведутся по отдельности. Пока ООН пытается найти решение проблемы, зерно продолжает простаивать в заблокированных украинских портах. Плюс появляется новое озимое зерно, которое сейчас уже вовсю собирают в Украине. Только вот хранить его негде. Об этом материал Экономист. Несмотря на то, что из-за войны урожай должен сократиться на треть, его все равно ожидается много. Например, только кукурузы будет 26 миллионов тонн. У Киева есть хранилище, куда можно доставить урожай и оставить его там, пока с портов не снимут блокаду. Но эти хранилища вмещают всего 10-15 миллионов тонн. А помимо кукурузы будет урожай пшеницы и ячменя. Но зерно может сгнить, если его хранить неправильно. Правительство Украины устанавливает дополнительные мобильные хранилища, которые ставят прямо в полях, чтобы защитить культуру от непогоды и вредителей. Фермеры в частном порядке заключают контракты со складами. Но эти склады могут быть не сертифицированы государством. И есть риск, что урожай будет неправильно храниться и портиться. Есть еще одно решение. Фермеры могут отправить часть своего зерна по железной дороге в Польшу или Румынию. Но это будет еще дороже, чем хранить его на складах. Несмотря на эти инициативы, места для хранения все равно не хватает. Некоторые растения типа кукурузы в теории вообще можно оставить на зиму в полях. Но из-за этого может ухудшиться качество урожая. Нужно помнить, что зерно вообще-то используется не только в качестве пищи для людей. Проблема в том, что около 40% от всех выращенных культур уходит на корм животным. Чтобы понять, насколько это много в сравнении с зерном, употребляемым в пищу, обратите внимание на инфографику Экономист. Если животным будет нечего есть, будет меньше молочной продукции и мяса. Это может вызвать голод среди людей. Так что ситуация на самом деле намного сложнее, чем кажется. Нужно учитывать, что меры по хранению зерна временные, а еще очень дорогие. Некоторым фермерам придется изменить ассортимент зерновых культур, либо вовсе пропустить следующий посев, так как цены на удобрения и аграрную технику растут, а часть полей вовсе оккупирована российскими солдатами. И чем дольше украинские порты находятся под оккупацией, тем более мрачные перспективы вырисовываются у сельского хозяйства по всему миру. США считает главной угрозой мировой безопасности Китай. Это прописано в стратегии национальной безопасности администрации Байдена. Однако из-за вторжения российской армии в Украину приоритеты могут поменяться. В преддверии саммита НАТО эксперт по национальной безопасности США Лорин Томпсон написал колонку Forbes. В ней он назвал пять причин, почему Россия представляет значительно большую угрозу, чем Китай. И мы их сейчас с вами разберем. Во-первых, Китай со всех сторон окружен крупными географическими препятствиями. Это горы, пустыни, мангровые леса и Индийский океан. Они затруднят потенциальную экспансию. У России, напротив, естественных границ в Европе нет. Украина, Польша, Молдова и страны Балтии расположены на восточноевропейской равнине вместе с Россией, а значит не защищены от нападения. Во-вторых, хоть и Си Цзиньпин и Путин это стареющие автократы, которые хотят оставаться у власти как можно дольше, у Си нет явных амбиций на захват других территорий, ну кроме Тайваня. В отличие от Путина, который отождествляет себя с Петром Первым, Си Цзиньпин не сравнивает себя с императорами династии Цин, подчинившими Корею, Вьетнам, Памир и Семеречи. В-третьих, Китай за последние десятилетия стал крупнейшей промышленной державой мира, поэтому ему не обязательно подтверждать свое величие захватом чужих территорий. Это не вариант для России, который на экономическое, промышленное и технологическое первенство не претендует. В-четвертых, Китай – это угроза гипотетическая. И хотя сейчас он накапливает вооружение, вполне вероятно, что использоваться оно никогда не будет. Россия же прямо сейчас ведет захватническую войну на территории Украины. В-пятых, угрозе Китая проще будет противостоять, если начнется большая война. Огромные расстояния и географические барьеры, которые обделяют Китай от Тайваня, Японии и Филиппин, дадут странам Запада временную мобилизацию ресурсов. При агрессии же России такой временной форы не будет. По результатам предстоящего саммита НАТО будет сформирована стратегическая концепция на следующие 8 лет. Генсек Альянса Йенс Столтенберг вчера заявил, что Россия, согласно ей, будет восприниматься как наиболее значимая угроза. По словам Генсека, это результат осознанного ухода Москвы от диалога, который Альянс пытался наладить многие годы. Сложно поверить, но в действующей стратегической концепции НАТО России, напротив, выделяется роль ключевого партнера. А на саммите, утвердившем вот эту вот концепцию, в 2010 году участвовал Медведев. Помните, был такой президент? Однако руководство России предпочло роль не главного партнера сильнейшего в мире военного альянса, а роль его главной угрозы. А теперь рекомендацию Ютуба. Расскажу вам о трех самых интересных видео. На канале Екатерины Шульман вышел выпуск программы «Статус». Екатерина Михайловна рассказала о новом витке репрессий в России и разобралась в новых законодательных инициативах. По словам Шульман, после небольшого затишья в мае в России усилилась репрессивная активность. Екатерина Михайловна предполагает, что обострение ситуации может быть связано с предвыборной кампанией в сентябре. С середины июня на муниципальных депутатов заводятся административные дела, чтобы они не смогли участвовать в выборах в Москве этой осенью. Екатерина Михайловна упоминает задержание Ильи Яшина и его арест на 15 суток. И считает, что это напоминает историю Владимира Карамурзы, который уже третий месяц находится под арестом. Екатерина рассказала о новых поправках, принятых профильным комитетом Госдумы. В основном они описывают новые преступления против безопасности РФ. Эти поправки касаются воинских преступлений, преступлений против государственной тайны и так называемых политических преступлений. Публичные призывы к деятельности, направленные против безопасности государства. Повторная демонстрация нацистской экстремистской символики. Последнее переходит из административного правонарушения в статус уголовного преступления и карается сроком лишения свободы до 4 лет. Здесь важно понятие длящегося правонарушения. То есть моментом преступления считается не момент публикации, а все время, пока контент доступен. Уголовное дело может быть заведено после вступления в силу нескольких административных протоколов за определенный период. Во втором чтении были приняты поправки в закон об иногентах. Теперь все они будут внесены в единый реестр, а для получения статуса не нужно будет иметь какое-либо иностранное финансирование. Достаточно будет находиться под иностранным влиянием. В законе четко не прописано, как будет это влияние определяться и что это такое. Помимо этого в поправках появился большой список запретов для инагентов. Например, им нельзя преподавать, организовывать публичные мероприятия и занимать государственные посты. Екатерина Михайловна считает, что статус иностранного агента теперь предполагает исключение из публичной гражданской жизни. На канале Arte TV Documentary можно посмотреть французский документальный фильм Леха Ковальски о польской солидарности на украинской границе. С начала войны в Украине более трех миллионов ее граждан выехали в Польшу. Фильм рассказывает о ситуации в районе города Люблин, где Польша граничит с Белоруссией и Украиной. На границе с начала войны стоят волонтерские тенты и круглосуточно дежурят добровольцы. В фильм вошли диалоги с волонтерами, военными и местными жителями о том, как изменилась их жизнь после вторжения России в Украину. Многие поляки неравнодушно относятся к ситуации, в которой оказались беженцы. Они помогают с расселением, сбором гуманитарной помощи, поиском работы, адаптации и дальнейшей релокации украинцев. Как говорит один из жителей региона, когда случается что-то плохое, остается только помогать. Следующее видео на французском языке. Оно вышло на ютуб-канале журнала Le Monde. Видео с очень интересной и детальной инфографикой. И там доступно объясняется, сколько газа потребляет Европа и можно ли быстро заменить российский газ на другие источники энергии. Le Monde сначала приводит статистику по потреблению газа в Европе за 2019 год, то есть до пандемии. Тогда от газа зависело 22% всей энергетики в Европе. На первом месте была нефть. По данным Евростата, в 2019 году больше половины европейского газа было куплено не в России. Казалось бы, газ не основной источник энергии, да и большая его часть закупается не у Кремля. Так почему ЕС до сих пор не может ввести полное газовое эмбарго? Проблема в конкретных странах. Например, энергетика во Франции зависит от российского газа всего на 4%. Все остальные источники либо не связаны с газом вообще, либо потребляют газ из других стран. А вот в Словакии треть всей энергетики работает за счет поставок газа из России. А после пандемии зависимость всей Европы от газа выросла. Из-за войны перед лидерами стран Евросоюзов стала задача полностью отказаться от газа из России. Можно увеличить число поставок сжиженного природного газа из США или закупать больше ресурсов у других стран, например, у Азербайджана. Но для этого придется строить новые газопроводы и терминалы. В общем, нужно время и деньги. Некоторые страны, например, Германия и Болгария нашли другой способ. Они заменяют газ на уголь. Мы об этом как-то рассказывали. Правда, такой источник сомнительный с точки зрения экологии. Что же, есть ли безопасный способ перестать потреблять российский газ в короткое время? Люмон считает, что есть. Пока что, по данным Международного энергетического агентства, Европе удалось заменить 19% российского газа. Это произошло как раз за счет поставок сжиженного природного газа и покупки энергоресурсов у других стран. Авторы предлагают еще несколько действий, которые помогут снизить зависимость. Для этого нужно ускорить программы строительства возобновляемых источников энергии, ветряных и солнечных электростанций. А еще усилить работу биоразлагаемых установок и отложить закрытие атомных электростанций. Это поможет снизить зависимость еще на 12%. И еще одна важная часть – это режим экономии. Сюда входит замена систем отопления и сокращения производственных отходов. А еще разумное потребление энергии жителями европейских стран. Например, экономия света или снижение температуры обогрева дома. В общей сложности такие простые действия помогут Европе отказаться еще от 9,5% российского газа. По подсчетам авторов, Европа в скором времени сможет отказаться от 40% газа из России. И оставшаяся часть, по мнению журналистов, тоже будет заменена. Но нужно подождать. Илью Яшина арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. Яшина задержали во время прогулки в парке Хамовники журналисткой Ириной Баблоян. По словам Баблоян, сопротивления он никакого не оказывал. Сейчас Яшин отбывает наказание в спецприемнике Мневнике. И там он отмечает свой день рождения. И это не совпадение. Навального и Немцова тоже задерживали и арестовывали накануне личных праздников. Такой вот подарок от государства. Вчера Совет Безопасности ООН начал заседание по Украине. Будут обсуждать обстрел ТЦ Амстор в Кременчуге. Об уходе из России заявили финский производитель лифтов и эскалаторов КОН, французский производитель Шин Мишлен, американская компания по производству бытовой техники Верпул и финский производитель Шин Нокиан Тайерс. Они продадут свой бизнес. А еще вчера об уходе из России заявила компания Diageo. В нее входят Смирнов, Black Label, Джонни Волкер, Гиннес, Бейлис, Кэптен Морган и другие алкогольные напитки. Тина Канделаки попала под новые санкции с США. В списке также экс-министр обороны Анатолий Сердюков и еще 55 россиян. А еще компании КАМАЗ, Туполев, объединенная авиастроительная компания Иркут и Ростех. Путин подписал несколько новых законов. Среди них разрешение параллельного импорта в течение 2022 года и закон, упрощающий выдачу иностранным IT-специалистам и их семьям виды нажительства в России. Зачем следим сегодня? Верховный суд России рассмотрит дело о признании батальона АЗОВ террористической организации. Заседание будет закрытым. После решения Верховного суда любой боец полка может быть признан пособником террористической организации и попасть в тюрьму минимум на 10 лет. Путин впервые после начала войны поедет за границу. Он посетит саммит глав прикаспийских государств в Ашхабазе. Там будут президенты Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Надеюсь, Путин помнит имена всех своих коллег. Обладатель двух Оскаров, актер и режиссер Шон Пен во второй раз с начала войны прибыл в Киев. В эту поездку он будет снимать документальный фильм о военных преступлениях российской армии. Сейчас актер направился в Ирпене Бучу. Шон Пен уже работал над документальными проектами в Украине. В ноябре 21 года он приезжал пообщаться с украинскими военными в Приазовье. А в самый первый день войны Шон Пен ездил в Киев, чтобы запечатлеть вторжение. Тогда он общался с журналистами, участвовал в брифингах для СМИ и даже встретился с Владимиром Зеленским. В конце марта Пен приезжал во Львов, чтобы наладить работу своего благотворительного фонда для помощи беженцам. А 12 июня в Лос-Анджелесе актер организовал благотворительный вечер в поддержку Украины, на котором удалось собрать более миллиона долларов. На этом на сегодня все. Спасибо, что смотрите нас каждый день. Не забывайте делиться с друзьями нашими выпусками. Удачного вам дня и до завтра!